Сейчас я вас сначала отмечу и начнём лекцию. Давайте начнём с первой группы. Знаешь, Анатольевна, а вот просто большинство людей, они в старой конференции, вот я им сейчас написал, чтобы они подключились в новую, потому что только четыре человека. Чего только четыре человека? Тут полно народу. Я смотрю. Где четыре человека? Ну, людей же. Ладно, давайте подождём ещё минуту. Подключились, что ли? Всё, давайте я вас отмечу. Отмечу. Первая группа. Батридзин нету, Барабанов. Нету, Борис. Брянская. Варевцев. Воробьёв. Головочёсов. Додоров. Дро. Здесь? Хорошо. Ерофеев. Иванушкина. Казаков. Здесь. Здесь. Казаков. Полотилин. Полотилин здесь. Кочегар. Ницов. Лорионов. Здесь. Угу. Лукин. Здесь. Хорошо. Никитина. Семагин. Сомченко. Суханов. Суханов здесь. Угу. Фахан. Нету, да. Никто не подошёл, пока я проверяла. Из первой группы. Вторая группа. Олешков. Я здесь. Угу. Алмаз. Баркеев. Баркеев здесь. Бражников. Зиновьев. Камчихин. Здесь. Хорошо. Круглов. Здесь. О, Калешов. Нету. Мордан. Здесь. Хорошо. Морозов. Мусичев. Мусичев здесь. Угу. Пальске. Врачев. Врачев здесь. Хорошо. Терещенко. Харламов. Харламов. Харламов здесь. Хорошо. Черных. Черных здесь. Ютин. Нету, да. Сохраняем. И третья группа. Харламов. Харламов. Лакаев. Нету. Афанасьев. Бодров. Будников. Здесь. Хорошо. Волков. Горбунова. Здесь. Хорошо. Груздев. Дюжей. Здесь. Хорошо. Ярмухин. Здесь. Хорошо. Захаров. Здесь. Кокшин. Здесь. Кораблина. Кораблина здесь. Угу. Криволопов. Здесь. Лешаков. Здесь. Мальцев. Здесь. Угу. Новикова. Пескулина. Нету Радченко. Нету Ряписа. Здесь. Хорошо. Слава. Здесь. Здесь. Сороченков. Сороченков здесь. Хорошо. Фокин. Здесь. Здесь. Чернышов. Чернышов здесь. Сохраняю. Кто-нибудь еще подошел? Светлана Владимировна. Здравствуйте. Аллакаев здесь тоже. Первый в списке. Хорошо. Еще есть кто-то подошел? Нету. Евгений. Евгений. Это кто мне пишет? Кочегаров. Кочегаров какая группа? Группу назовите у Кочегаров. 12.01. Сейчас посмотрю. Отметили. Укшен. 12.01. Евгений. Евгений. Я отметила сейчас. Так. И. Кочегов 12.01. Кочегов. А. Я отметила Кочегов. Так. Все. Начнем тогда. Итак. Мы с вами закончили положительные ряды. Начинаем знак очередующейся ряды. Теорема ледницы. Теорема ледницы. Записываем знак очередующейся ряды. Теорема ледницы. И так. Сейчас мы будем рассматривать ряды, члены которых имеют чередующиеся знаки. Теорема ледницы. Теорема ледницы. Теорема ледницы. У1 минус У2 плюс У3 минус У4. и так далее. Где У1, У2 и так далее УН являются положительными числами. Записываем теорема ледницы. Если в знак очередующемся ряде. у1, У2 минус У1. И так далее. что у первое больше, чем у второе, больше, чем у третье, больше и так далее. Предел у n при n, стремящемся к бесконечности, равен 0. То ряд 1 сходится, его сумма положительна и не превосходит первого члена. Попробуем это доказать. Итак, рассмотрим сумму n, равная 2m членов ряда 1. То есть, s2m равна u1 минус u2 плюс u3 минус u4 плюс и так далее. плюс u2m минус 1 минус u2m. Из условия 2 следует, что выражение в каждой скобке является положительным. Следовательно, сумма s2m больше 0. и возрастает с возрастанием m. Запишем теперь эту же сумму следующим образом. s2m равно u1 минус u2 минус u3 минус u4 минус u5 минус u2m минус u2m минус u2m. Сила условия 2 каждая из скобок положительна. Поэтому, в результате вычисления этих скобок из u1 мы получим число меньше u1. То есть, s2m меньше, чем u1. Таким образом, мы установили, что s2m при возрастании m возрастает и ограничена сверху. Откуда следует, что s2m имеет предел при m, стремящемся к бесконечности, равный сумме ряда. Причем, сумма ряда от 0 до u1. Однако, сходимость ряда еще не доказана. Мы доказали только, что последовательность четных частичных сумм имеет пределом число s. Докажем теперь, что нечетные частичные суммы также стремятся к пределу s. Рассмотрим для этого сумму n, равная 2m плюс 1 первых членов ряда 1. s2m плюс 1 равно s2m плюс u2m плюс 1. Так как по условию 3 пределу u2m плюс 1 при m, стремящемся к бесконечности, равен 0, то следовательно пределу при m, стремящемся к бесконечности, s2m плюс 1. Равно пределу при m, стремящемся к бесконечности, s2m плюс пределу при m, стремящемся к бесконечности, u2м плюс 1. s2m равно просто пределу s2m, так как предел u2m плюс 1 равен 0 и равно s. Тем самым мы доказали, что предел при m, стремящемся к бесконечности, s1m равно s. Как при четном n, так и при нечетном. Следовательно, ряд 1 сходится. Теорема Лейбница справедлива для всех случаев, когда неравенство 2, которое мы тут обозначили двоечкой, вот эти неравенства, выполняются, начиная с некоторого номера. Теорема Лейбница иллюстрируется геометрически следующим образом. Давайте нарисуем. Ось. Зачем? Пять в деньгин. Ой, да тут же их начнется в следующий месяц. Будем на числовой прямой откладывать частичные суммы. С1 равно У1. Пусть вот тут. С2 у нас будет У1 минус У2. У2. Ну, пускай будет вот тут. То есть вот это расстояние у нас будет равно У2. Дальше. С3 равно С2 плюс У3. То есть, если мы вот тут где-то поставим. Пускай будет. Пускай будет. То вот это расстояние будет У3. С4 будет равно С3 минус У4. Давайте вычтем У4. Далее. С5 равно С4 плюс У5. Пускай будет. То есть, как-то вот так. Ну и так далее. Точки, соответствующие частичным суммам, будут приближаться к некоторой точке С, которая отображает сумму рядом. С4. При этом точки, соответствующие четным частичным суммам, располагаются слева от С. А точки, соответствующие нечетным частичным суммам, располагаются справа от С. Если знак очередующийся ряд удовлетворяет условию теоремы Лейбницы, то можно оценить погрешность, которая получится, если заменить сумму ряда частичной суммой СН. При такой замене мы отбрасываем все члены ряда, начиная с УН плюс 1. Но эти числа сами образуют знак очередующийся ряд, сумма которого по абсолютной величине меньше первого члена, то есть меньше УН плюс 1. Следовательно, погрешность, получающаяся при замене С на СН, не превосходит по абсолютной величине первого из отброшенных членов. Давайте рассмотрим пример. Пример 1. Ряд 1 минус 1 вторая плюс 1 третья минус 1 четвертая плюс и так далее сходятся, поскольку во-первых члены убывают по абсолютной величине. Во-вторых, предел иного члена ряда. Равен 0. Сумма Н первых членов этого ряда С. 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 Величается от суммы ряда С на величину меньшую единицу делить на Н плюс 1. Другой пример, пример 2. Ряд. Ряд 1 минус 1 делить на 2 факториал плюс 1 делить на 3 факториал минус единицы на 4 факториал плюс и так далее сходятся в силу теоремы литницы. Т. То есть все члены ряда убывают по абсолютной величине и предел иного члена ряда равен 0. Вопросы о данной теме есть? Нету. Т. Сейчас я вам пересылаю доску в чат. Т. посмотрите все прошу вам видно да отлично видно так терещенко еще хочет чтобы его отметили из группы 12 еще есть кто-то я бодров опоздал группу групп назовите пожалуйста а а 12 на 3 хорошо очищаю доску переходим к следующей знакопеременные ряды абсолютная и условная сходимость записываем заголовок знакопеременные ряды абсолютную и условная сходимость в городском паблике короче ряд называется знакопеременные если среди его членов имеются как положительные так и отрицательные те ряды которые мы рассматривали сегодня ранее знак очередующиеся ряды являются частным случаем знакопеременных рядов будем рассматривать ряд у 1 плюс у 2 плюс и так далее плюс у и плюс и так далее обозначим его 1 но теперь мы будем предполагать что у и т.р. могут быть как положительными так и отрицательные числа записываем теорема 1 это у нас достаточный признак сходимости знакопеременного ряда если знакопеременный ряд 1 таков что ряд составленный из абсолютных величин его членов модуль у 1 плюс модуль у 2 плюс и так далее плюс модуль у и плюс и так далее 2 сходится то и данный знакопеременный ряд тоже сходится и сходится сходится в м и с и с и н и с и и н первых членов рядов 1 и 2 пусть далее с н штрих сумма всех положительных а с н 2 штриха сумма абсолютных величин всех отрицательных членов среди первых членов данного ряда тогда с н будет равно с н штрих минус с н 2 штриха а с с н будет равно с н штрих плюс с н 2 штриха по условию с н имеет предел с с с н штриха и с н 2 штриха положительные возрастающие величины меньшие с с следовательно они имеют пределы Предел СН-штрих обозначим С-штрих и предел СН-штрих обозначим С-штрих. Из соотношения СН-штрих равно СН-штрих минус СН-штриха следует, что и СН-штрих имеет предел, и этот предел будет равен С-штрих минус С2-штриха. То есть знакопеременный ряд 1 сходится. Эта теорема дает возможность судить о сходимости некоторых знакопеременных рядов. Исследованный вопрос о сходимости знакопеременного ряда сводится в этом случае к исследованию ряда с положительными членами. Запишем пример. Исследуем сходимость ряда. Синус Альфа делить на 1 в квадрате, плюс синус 2 Альфа делить на 2 в квадрате, плюс синус 3 Альфа делить на 3 в квадрате, плюс и так далее, плюс синус Н Альфа делить на Н в квадрате, плюс и так далее. Обозначим 3, где Альфа любое число. Решение. Вместе с данным рядом рассмотрим ряд, составленный из абсолютных величин членов данного ряда. То есть модуль синус Альфа делить на 1 в квадрате, плюс модуль синус 2 Альфа делить на 2 в квадрате, плюс модуль синус 3 альфа делить на 3 в квадрате плюс и так далее плюс модуль синус n альфа делить на n в квадрате плюс и так далее Обозначим 4 и рассмотрим другой ряд единица делить на 1 в квадрате плюс единица делить на 2 в квадрате плюс единица на 3 в квадрате плюс и так далее плюс единица на n в квадрате плюс и так далее ряд 5 ряд 5 является сходящимся как обобщенный гармонический ряд альфа альфа равно 2 больше единицы причем поскольку синус альфа синус любого угла у нас заключен в пределах минус единицы и единицы то модуль синуса у нас не будет превосходить единицы поэтому члены ряда 4 не больше соответственных членов ряда 5 следовательно ряд 4 сходится так же как и ряд 5 тогда в силу доказанной теоремы данный знакопеременный ряд 3 тоже сходится давайте еще пример рассмотрим пример 2 исследуем сходимость рядом косинус пин 4 деленное на 3 плюс косинус 3 пин 4 на 3 в квадрате плюс косинус 5 пин 4 на 3 в квадрате плюс и так далее плюс косинус 2н минус 1 умножить на пи на 4 делить на 3 в степени n плюс и так далее обозначим ряд 6 наряду с данным рядом будем рассматривать ряд 1 3 плюс единицы делить на 3 в квадрате плюс и так далее плюс единицы делить на 3 в степени n плюс и так далее ряд 7 последний ряд сходится так как он является убывающей геометрической прогрессией и со знаменателем 1 3 которая меньше единицей тогда сходится и заданный ряд 6 так как абсолютная величина его членов меньше соответствующих членов ряда 7 признак сходимости который мы доказали является лишь достаточным признаком сходимости знака чередующегося ряда но он не является необходимым существуют знакопеременные ряды которые сами сходятся но ряды составленные из абсолютных величин их членов расходятся в связи с этим полезно ввести понятие об абсолютной и условной сходимости знакопеременного ряда и на основе этих понятий классифицировать знакопеременные ряды запишем определение у 1 плюс у 2 плюс у 3 плюс и так далее плюс у n плюс и так далее мы его обозначили с вами 1 называется абсолютно сходящимся если сходится ряд составленный из абсолютных величин его члена ряд который мы обозначили с вами ранее 2 если же знакопеременный ряд 1 сходится а ряд 2 составленный из абсолютных величин его членов расходится то данный знакопеременный ряд 1 называется условно или не абсолютно сходящимся рядом например например знакопеременный ряд 1 минус 1 вторая плюс 1 третья минус 1 четвертая плюс 1 четвертая плюс и так далее является условно сходящимся так как ряд составленный из абсолютных величин его членов есть расходящийся гармонический ряд 1 плюс 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 четвертая плюс и так далее сам же ряд сходится по признаку ливницу то есть все члены этого ряда по абсолютной величине убывают предел н-го члена стремится к нулю другой пример у нас был пример третий пример четвертый знакопеременный ряд 1 минус 1 делить на 2 факториал плюс 1 деленное на 3 факториал минус 1 делить на 4 факториал плюс и так далее есть ряд абсолютно сходящийся так как ряд составленный из абсолютных величин его членов 1 плюс 1 делить на 2 факториал плюс 1 делить на 3 факториал плюс 1 делить на 4 факториал плюс и так далее сходится что легко устанавливается по признаку Даламбера с помощью понятия абсолютной сходимости теорему которую мы обозначили теорема 1 то есть достаточное условие часто формулируют следующим образом всякий абсолютно сходящийся ряд есть ряд сходящийся отметим следующие свойства абсолютно сходящихся и условно сходящихся рядов записываем теорема 2 если ряд сходится абсолютно то он остается абсолютно сходящимся при любой перестановке его членов при этом сумма ряда не зависит от порядка его членов это свойство не сохраняется для условно сходящихся рядов только для абсолютно сходящихся если ряд сходится абсолютно то он остается абсолютно сходящимся при любой перестановке его членов при этом сумма ряда не зависит от порядка его членов далее теорема 3 далее теорема 3 успели записать теорема 2 а можно еще раз повторить пожалуйста если ряд сходится абсолютно то он остается абсолютно сходящимся при любой перестановке его членов при этом сумма ряда не зависит от порядка его членов записали да спасибо хорошо теорема 3 записываем если ряд сходится условно если ряд сходится условно давайте запишем то какое бы мы не задали число а то есть и 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 члены этого ряда чтобы его сумма оказалась в точности равной а. Более того, можно так переставить члены условно сходящегося ряда, чтобы ряд, полученный после перестановки, оказался расходящимся. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Доказательства этих теорем можно найти, например, в учебнике Фехтенгольца «Курс дифференциального интегрального исчисления». Мы же доказывать их здесь не будем. Чтобы иллюстрировать то, что сумма условно сходящегося ряда может меняться при перестановке его члена, просмотрим пример. Это у нас будет пример 5. знакопеременный ряд 1-1,2, плюс 1,3, минус 1,4, плюс и так далее. Сходится не абсолютно, то есть условно. Обозначим его сумму через S. Очевидно, что S положительный. Сделаем перестановку членов ряда 8, так, чтобы за одним положительным членом следовали два отрицателя. То есть 1, минус 1,2, минус 1,4, плюс 1,3, минус 1,6, минус 1,8, плюс и так далее. Минус 1, 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 Докажем, что полученный ряд сходится, но его сумма с штрих в два раза меньше суммы рядов 8. То есть равна с пополам. Обозначим через с и с и с и с и с штрих частичные суммы рядов 8 и 9. И рассмотрим сумму 3К членов ряда 9. Она будет равна. Единица минус 1 вторая. Минус 1 четвертая. Плюс 1 третья. Минус 1 четвертая. Минус 1 восьмая. Плюс. Единица деленная на 2К минус 1. Минус 1 деленная на 4К минус 2. Минус 1 делить на 4К. 1 деленная на 4К. Равно. 1 вторая. Минус 1 четвертая. Плюс. 1 шестая. Минус 1 восьмая. Плюс. И так далее. Плюс. Единица деленная на 4К. Минус 2. Минус 1 деленная на 4К. 1 равна. 1 вторая. 1 умножить на 1. Единица минус 1 вторую. 1 третий. Минус 1 четвертая. Плюс. И так далее. Плюс. Единица деленная на 2К. Минус 1. Минус 1 деленная на 2К. Минус 1. Минус 1. 1 вторая. Умножить на 1. Минус 1 вторая. Плюс 1 третья. Минус 1 четвертая. Плюс. И так далее. Плюс. Единица деленная на 2К. Минус 1 минус 1 деленная на 2К. И равно это 1 второй С2КТ. Следовательно. Предел. Приказ стремящимся к бесконечности. С3КТ штрих равно пределу 3К стремящимся к бесконечности 1 вторая С2КТ равно 1 вторая С. Приказ стремящимся к бесконечности 1 вторая С3К плюс 1. Приказ стремящимся к бесконечности 1 вторая С. Приказ стремящимся к бесконечности 1 вторая С3К плюс 2 равно пределу приказ стремящимся к бесконечности 1 вторая С3КТ плюс 1 делить на 2К плюс 1. 1 вторая С3К плюс 1 минус 1 делить на 4К плюс 2 равно 1 вторая С2КТ. Отсюда предел при Н стремящемся к бесконечности СН штрих равно С штрих и равно 1 вторая С. Таким образом, в данном случае сумма ряда изменилась после перестановки в очереди, то есть уменьшилась в двое. Вопросы по этой теме есть? Нет. Нет. Нет, понятно, сюда. Сейчас я вам передам доску в чате. Смотрите, все хорошо. Видно. Да, видно. Да, все хорошо видно. Так. Чищаем доску. И следующий подзаголовок у нас функциональные ряды. Замочка. Ой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совокупность тех значений х, при которых функциональный ряд сходится, называется областью сходимости этого ряда. Очевидно, что в области сходимости ряда его сумма является некоторой функцией от х. Поэтому сумму функционального ряда обозначим через с от х. Например. Рассмотрим функциональный ряд. 1 плюс х, плюс х квадрат, плюс и так далее, плюс х в степени n, плюс и так далее. Этот ряд сходится при всех значениях х в интервале от минус 1 до 1. То есть при всех х, удовлетворяющих условию, модуль х меньше 1. Для каждого значениях х в интервале от минус 1 до 1 сумма ряда с от х равна 1 деленная на 1 минус х. Сумма убывающей геометрической прогрессии со знаменателем х. Это известная величина. Таким образом, в интервале от минус 1 до 1 данный ряд определяет функцию с от х равную 1 делить на 1 минус х, которая является суммой ряда. Обозначим через с n от х сумму n первых членов ряда 1. Если этот ряд сходится и сумма его равна s от х, то s от х будет равно s n от х плюс некоторая функция rn от х, где rn от х, где rn от х, есть сумма ряда у n плюс 1 от х, плюс у n плюс 2 от х, плюс и так далее. в этом случае величина rn от х называется остатком ряда 1. Для всех значений х в области сходимости ряда имеет место соотношение. Предел при n стремящемся к бесконечности rn от х равно s от х. rn от х. Поэтому предел при n стремящемся к бесконечности rn от х равно пределу при n стремящемся к бесконечности rn от х. То есть остаток сходящегося ряда rn от х стремится к 0 при n стремящемся к бесконечности. вопрос по этой теме есть нету так тогда его передаю доску посмотрите все хорошо видно все нормально так очищаем доску продолжаем следующий подзаголовок мажорируемые ряды мажорируемые ряды определить функциональный ряд у 1 от x плюс у 2 от x плюс у 3 от x плюс и так далее ряд 1 называется мажорируемый некоторой области изменения x если существует такой сходящийся числовой ряд альфа 1 плюс альфа 2 плюс альфа 3 плюс и так далее плюс альфа n плюс и так далее ряд 2 с положительными членами что для всех значений x из данной области выполняются соотношением модуль у 1 от x меньше или равно альфа 1 модуль у 2 от x меньше или равно альфа 2 и так далее модуль у 1 от x меньше или равно альфа 2 и так далее иначе говоря ряд называется мажорируемый если каждый его член по абсолютной величине не больше соответствующего члена некоторого сходящегося числового ряда с положительными членами например ряд косинус x делить на единицу плюс косинус 2х делить на 2 в квадрате плюс косинус 3х делить на 3 в квадрате плюс и так далее плюс косинус нх делить на n в квадрате плюс членами есть ряд мажорируемой на всей оси ох и рядом единица плюс единицы делить на 2 в квадрате плюс единица делить на 3 в квадрате плюс и так далее плюс единица делить на n в квадрате плюс и так далее. Поскольку сама функция косинус мажорируется единицей. И ряд, который я записала последним, является обобщенным гармоническим рядом с α равным 2, то есть сходящимся рядом. Непосредственно из определения следует, что ряд мажорируемый в некоторой области абсолютно сходится во всех точках этой области. Кроме того, мажорируемый ряд обладает еще следующим свойством. Запишем теорему. Пусть функциональный ряд у1 от х плюс у2 от х плюс и так далее плюс у1 от х плюс и так далее мажорируем на отрезке от а до b. и пусть с от х сумма n этого ряда а с n от х сумма n первых членов этого ряда. Тогда для каждого, как угодно, малого числа ε больше 0 найдется положительное число n такое, что при всех n малых больше или равных n большое будет выполняться неравенство s от х минус s n от х по модулю меньше ε какого бы не было х из отрезка АВ Доказательства Обозначим через сигму сумму ряда 2 То есть сигма будет равна α1 плюс α2 плюс α3 плюс и так далее плюс αn плюс αn плюс 1 плюс и так далее Тогда сигма равно сигма n плюс εn Где сигма n сумма n первых членов ряда 2 А εн сумма n сумма всех остальных членов этого ряда То есть εн будет равно αn плюс 1 плюс αn плюс 2 плюс 1 Так как этот ряд сходится то предел при n стремящемся к бесконечности сигма n равен сигме И следовательно предел при n стремящемся к бесконечности εn будет равен 0 Представим теперь сумму функционального ряда 1 в виде с от х равно с n от х плюс rn от х Где где sn от х равно u1 от х плюс и так далее плюс un от х а rn от х а rn от х равно сумма всех членов ряда остаточных с n плюс 1 из условия 3 следует, что модуль у n плюс 1 от х меньше или равно αn плюс 1 модуль u n плюс 2 от х меньше или равно αn плюс 2 и так далее И поэтому модуль rn от х будет меньше или равен εn для всех x из рассматриваемой области таким образом модуль sn от х минус s извиняюсь давайте напишем s от х минус sn от х меньше чем εn для всех x из отрезка ab причем εn стремится к нулю при n стремящемся бесконечности полученный результат геометрически можно иллюстрировать следующим образом рассмотрим график функции y равно s от х построим около этой кривой полосу шириной 2 εn то есть построим кривые y равно s от х плюс εn и y равно s от х минус εn так щас Продолжение следует. как у нас будет игрок равнингресса tx тут другая клевая с минус причем вот эти расстояние у нас по епсилон н при любом епсилон н график функции sn от x будет лежать целиком в рассматриваемой полосе в этой же полосе будут лежать графики всех последующих частичных сумм заметим что не всякий функциональный ряд сходящийся на отрезке от а до b обладает свойством указанной в доказанной теореме существуют и не мажорируемые ряды которые обладают указанным свойством всякий ряд обладающим указанным свойством называется равномерно сходящимся рядом на отрезке от а до b итак запишем определение функциональный ряд у 1 от x плюс у 2 от x плюс у 1 от x плюс и так далее называется равномерно сходящимся на отрезке от а до b если для любого сколь угодно малого положительного числа епсилон найдется такой номер n что при всех n больше или равных n большое будет выполняться неравенство с от x минус с n от x по модулю меньше епсилон для любого x из отрезка а b основание доказанной теоремы следует что мажорируемый ряд является рядом равномерно сходящимся вопросы по данной теме есть или все понятно народ вопросы есть нет я вам доску перешлю еще и на этом мы с вами остановимся если еще ко мне какие-то вопросы мимо вопросов по теме есть задавайте потому что я сейчас нет нет ну тогда доброго алексей чуть и пишет не знаю какая группа лишь вот вы можете написать так все больше вопросов нет всего вам доброго до свидания удачного дня до свидания до свидания до свидания у у у у у у у